Якостной и доступной такой повинна быть сучасной система охоты здоровья. И на это не раз верта увагу керавник державы Александр Лукашенко. Для забеспечения поставленной задачи потребны высококвалификованные кадры, наинувшие обсталявания и ответные умовы в медицинских объектах. В Гродинской области в этом направлении работа ведется активно. Упелнилась Вольха Борисевич. Водовництво областного анкодиспансера городской больницы и диагностичного корпуса в областном кардиологическом центре. Реконструкция областного центра в Тезиатрия. Это ты объекты охоты здоровья, которые сейчас находятся в работе в Гродне. Кроме того, будовники работают и в медустановах районов. Так условиями возводится инфекционная больница. У Астровцы, где реконструкция будинка больницы под поликлинику. Усяго инвестиционную программу Гродинской области на 2024 год включены 17 объектов охоты здоровья. Анкодиспансер будуется сгодно с Республиканской. Радиологический корпус опошника, частка которого была сдадена летность, рихтуется до працы на полную могутность. Прошли лечение около 200 пациентов на линейных ускорителях. В настоящее время ведется строительство второй очереди нашего онкологического центра. В конце года мы планируем введение еще одного аппарата брахиотерапевтического комплекса на базе радиологического корпуса. Также активными темпами идет строительство больницы по проспекту Янки-Купалы. Реконструкция Гродинского областного клинического центра в Сизиатрия. Также идет строительство корпуса в кардиологическом центре. Гродинский областный кардиологичный центр за год проводит свыше 2500 операций на сердце. За их боль за 500 на открытым. Его урачи допомогают пациентам справиться с самыми складанными проблемами. Строительство этого корпуса было абсолютно актуальным, своевременным и я считаю очень необходимым для нашей области. Были такие заболевания, были такие программы, новые виды лечения кардиологических пациентов, в которых мы не могли принимать участие только из-за того, что у нас не хватало диагностического оборудования. Я сейчас говорю о современных методах неинвазивной диагностики болезни сердца. Это компьютерная томография, прежде всего, с контрастным усилением. Это магнитно-резонансные томографы. Новый корпус будет трехповерховым, яху оснастять сучасным диагностичным обсталяванием, якого зараз вельми не хапаю урачам центра, якое поширить базу для вызначения ранних, складанных и тяжких у першесной оценцы процесса у кардиопатологии. Тут установят КТ, МРТ и ангиографичный комплекс, что вельми важно для диагностики захворывания у сердца и сосудов и их лечения, притримливаючися золотого правила первой годины, якое сприяе наибольша эффективному оказанию допомоги. У новом корпусе разместится и приемный покой. Именно в это уникальность дайденного проекта. Квалификованная медицинская допомога будет наладжена по принципу интенсивный приемный покой. Я ее пациенты смогут отримливать и окажут с порога установы. Здесь будет приемный покой, три койки интенсивной терапии, въезд кареты скорой помощи прямо до крыльца, там есть пандус специальный, то есть машина фактически подъезжает и завозит пациентов в приемный покой. После этого ему здесь же выполняют все анализы, все возможные, всю возможную диагностику. И вот в шаговой доступности здесь возможно будет провести компьютерную томографию, здесь магнитно-резонансный томограф будет стоять. Здесь, соответственно, лифты, на втором этаже прямо над нами находится ангиограф для экстренной помощи оказания. И на втором же этаже переезд через переход находится уже палата интенсивной терапии. Если пациента доставляют в состоянии кардиогенного шока, он будет стабилизирован в палате интенсивной терапии приемного покоя, где будет возможность интубации пациента, налаживания мониторинга и транспортировки на различные виды исследований не более 10 минут. До котлаба, который будет на втором этаже, мы планируем, что пациент будет доезжать не более чем за 15 минут при экстренной ситуации. Головный врач областного кардиоцентра уважливо сочить за ходом будавництва диагностичного корпуса. Для его важна капусье было так, как заплановано, потому что это для Беларуси пилотный проект. Интенсивного приемного покоя не мая ни одна медустанова краины. Як кардиохирург с большим 25-годовым стажем, який что год проводит 200 операций, Андрей Янушко ведая, что значит у ситуации с пациентами с сердечно-сосудистой патологией кожная хвилина. В этом корпусе будут совмещены такие технологии, которые в настоящий момент очень популярны, такие как искусственный интеллект в помощь непосредственно нашим сотрудникам. И наши лучшие сотрудники будут работать на лучшем оборудовании. Соответственно, мы надеемся на то, что мы сможем оказывать более современные, менее инвазивные, менее травматичные для пациентов виды помощи, которые в настоящий момент просто не в силах оказывать. На объектах Аховы-здоровья идут и капитальные, и бягучие ремонты. Парадок наводится в медустановах сельской мясцовости. Такая работа была початая ще летость. Тады у при нем они выконали значный объем. Все лето обновлений протягиваются. 27 фельдшерско-акушерских пунктов уже отремонтированы. И на сегодняшний день отремонтировано 5 амбулаторий врача общей практики. Продолжены работы по наведению порядка в больницах Сестринского ухода и в горпоселковых больницах. Мы ставим себе задачу все объекты, которые планируются для проведения текущих ремонтов, завершить до 1 октября. Поступово в регионе выращается и кадровое питание. Вакансии в медустановок закрываются молодыми специалистами. У Жнивни на первое працовное место прибыли больше за 150 урачов из выше 300 представников среднего медицинского персонала. Побольше со старейшими коллегами они будут набираться в опыту и профессионализму, что вядом аж будет працовать на якость медицинского обслуговывания. Продолжение следует...